как это я сразу замолкаю а как это это же мое дело почему кто-то должен типа почему ты одеваешься так а что когда-то кто-то тебе так сказать ну хорошо ладно я помил все пожалуйста изначально прозвучал вопрос сейчас долго обсуждаем вот тему сказали что вы хотите этим видом своим показать а кто сказал что мы хотим что-то показывать мы просто делаем то что нам нравится и все мы ничего никому не показываем и все ну то есть вы надо вы краситесь вы как-то одеваетесь это ваш вкус это наш вкус и все и просто и сидит мальчик ему 15 лет ему вопросы его там забили в угол он прекрасно знает что сказать да да немножко он в углу сидит и ну говорили много про пятно и я прошу прощения вот не знаю как вам вращаться татьяна говорит что вот это пятно на самом деле есть группы есть очень много людей да есть очень много но опять-таки нужно быть на месте человека чтобы это испытать вы до этого тоже фразу я не помню о чем сказали что нужно быть на месте человека чтоб ну вот вы говорите да не такие же полноценные и все такое прочее а быть на этом месте и жить с этим это совсем другой не понесли не есть чем же не быть на своем месте я вспомнила говорили про детей вот как минимум своему ребенку восемь лет разрешили такое делать краской красить волосы ребенку 8 лет я бы не все раз во вторых вы говорите вы правильно говорите ведь сейчас вам взрослый мой молодчик вам ну девочка интересно красить попахивает сексизмом сережки в данный момент при рождении прокалывает уже но это же немножечко сейчас мы не дум говорим это взрослый человек вы решили для себя вам нравится конечно вы можете почему вы не можете но если дочка в три года подходит мама я хочу сделать татуировку и разок шлют вот и все ну господи успокойся постоянно бабушки там дедушки очень часто спрашивают а это смывается ну то есть это что она не смывается потому что ну как что что будет старость это самый главный вопрос и больше всего волнует бабушек ну вот а встречный просто встречный вопрос а кто обращает внимание на бабушек дедушек вот старость какая разница какой я буду старости если на меня не будут обращать внимание то есть ну как бы мы живем сейчас получаем удовольствие жизни сейчас и хотим именно сейчас ну вот такими быть у вас в ухах были тенели ранее чему сняли зараз 45 было так мало не хватило тканей еще зараз ничего просто вы чекаете когда там будут эти трансформации так вам зручно зараз да не жалкуете что так вот еще и сплит есть а сколько вам я прошу еще раз а можно пояснить я просто не совсем ой а вот давайте про это операция достаточно серьезная и коштовая правильно просто лезвие просто и все господи а как вас звать дима дима скажите пожалуйста я знаю что та операция я у вас зараз уже была сделана дякую что вы на цьем освете я знаю что она настолько небезпечна что там неправильный рух и и это не так просто порезали зашили и все и все и все раньше прижали все сейчас зашиваю а скольки вам роков я 25 25 а у вас есть родина есть так мать и все мама так мати а вы не думали про там про дружину про детей або всему свое время например как бы надо самому на ноги стать чтобы мог что-то дать человеку обеспечить а тогда тогда уже глубоко заводить семью а где вы працюете я работаю поваров а где дима я работаю в желтом море на оболоне а это ваше первое место работы это уже пятое или седьмое место работы как бы мне изначально из желтого моря уволили брендшеф сети потому что он сказал что мой вид мой внешний вид это не внешний вид повара вот и все меня взяли и уволили и как знову вы опинились на работу потом вернулся старый шеф-повар и забрал меня на работу потому что он знает как я работаю у меня был один случай мне было 18 лет у меня были зеленые волосы и стало мне интересно вот ну поискать себя в сфере стриптиза я пришла в стриптиз клуб на собеседование села и мне сказали что вы знаете вы на мне подходите говорю почему они говорят ну у вас фигура хорошая и лицо и все но у вас волосы не такие и сейчас я понимаю что моя нестандартная внешность принципе меня спасла от какого-то промечивого выбора это здорово а я хочу привести обратный пример когда так сказать неординарный внешний вид наоборот помогает устроиться на работу на самом деле так сказать я представляю субкультуру офисных работников я работаю в крупном издательстве мы выпускаем серьезные журналы для учителей для врачей до того я тоже занималась возможно всевозможной писательской деятельностью редактурой фурналистикой и один раз то есть действительно из-за того что у меня были в газюме тени волосы на меня обратили внимание пригласили на собеседование природе у животных есть разная расцветка мимикрия да есть такое понятие когда разноцветные животные они более опасные то есть там насекомые желтые там яркие какие-то лягушки красные они все ядовитые так может быть этот цвет волос этот внешний вид горят о том что не трогай меня оставь меня в покой пройди мимо удивись не трогай меня не спрашивай не задавайте меня в очередной раз потому что эти вопросы на самом деле каждый день очень достают а и Продолжение следует...